доброе утро я рад всех приветствовать сегодня мы не знаю слышно или нет там уже газует в общем приехал я на февральские окна должны были участвовать как минимум красная нива и на любви все хотели но не сложилось на любви и встал на перестройку у кости на там тоже свои ну не получается у него в этом году он хотел участвовать с другим штурманом более опытным которые уже в ориентировании знает что это я приехал поснимать сам тут много знакомых что такое февральские окна легендарная гонка собирает всегда очень много участников зрителей здесь было одно место легендарное это каньон он же могильник но к сожалению в этом году его отменили очень жаль ну буду бегать по лесу снимать вам точки не знаю чего-нибудь может даже кого-то покажу я приехал за час раньше но уже здесь уже гонка ничего себе вроде на 9 утра был старт из знакомых естественно знаем шилку ростовские пацаны уазиков врезанных много в основном видимо которые участвуют в ориентировании о знакомый дорог слушая на 9 вроде старт был так в общем барбосы из местный тоже наш да в ориентировании конечно тачки отжаты вообще в край их даже по-моему не чинят по кузову так ребята все очень как-то быстро происходит сегодня получается продолжу до после стартов вот мы приехали на другую точку подсказал организатор место могильника которого каньона в этом году будет более-менее шоу . какой-то спальник здесь ручьи бугры будет . сюда когда-то кто-то приедет в общем будем ждать других мест он сказал с толку вообще нет уехать смотреть играть вы не найдете и когда туда доедут вообще неизвестно погода ясная солнышко минус там 5 подморожено в общем мне кажется даже слишком легко будет потому что грязи нету колей нету везде можно объехать не знаю участников не сильно много зрителей вообще практически нету вот такая легендарная гонка я так на нее хотел приехать посмотреть пока такое 78 впечатление ну будем надеяться что я вам пару проездов интересных покажу вот такое место тоже хороший спуск то получается они должны сверху будут приехать ну такой затяжной и так нам повезло только поднялись есть участник здрасте здрасте да очень крутой спуск я лебедкой вы куда ссылку вы были бежал понял выставлял и мы спускались как по ступенькам перекладками если он в лоб пойдет это очень опасным и там очень крутой спуск тогда ну а решили более по так видите особенность гонки это ориентирование каждый год точки одни и те же то есть кто ездил в прошлых годах несколько лет они знают где точки находятся уже для себя знают идеальный маршрут такая интересная особенность я этого не знал прямо если поедет там прямо ответственный вот такой спуск здесь поворот более более пологий но нужно крутиться тоже крен такой неплохой поворот более пологий но вот 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 Если бы не дерево, то было бы грустно. А у меня здесь простуд. И все, они сейчас разворачиваются и уезжают, наверное, да? Ну иди, они должны как-то... И направо идти. Направо, вот сюда? По крайней мере, раньше было так. Зрители немножко подтянулось. И мы троек потеряли. Ну правильно, да. Тройки это абсолют? Да. То есть три категории. Нолики. Как? Единицы, двойки и тройки, да, получается? Прототипы, они же абсолют. Ага. Большие самые. Это двойки. И единицы, и стандарт. А, и стандарт еще есть? У них как по рапу. Что-то смесь рапа там. Тр-3, Тр-2, Тр-1 и ноли. О, грязь нашел. Так далеко до него бежать, если че. Но он пробил. Пару раз туда-сюда сбегать. Класс прототипы. Они же абсолют. Не успел заснять их старт. И еще. Это уже класс Тр-2 получается. То есть чуть-чуть слабее легенда. И... Так, я думаю, парня обгонять не будут. Если задняя подруливающая, то ему будет просто. Пошел прямо. Ух ты. Ну и... Нормально, беда. Нам здесь что-то меняло. Там петровный вкус. Ваня, спокойно всё скрутится. так там еще у вас подъехал я колеса и по-моему так, ну все, они поехали дальше без проблем это сбоку страшно как в машине это вообще не видно так по грязи нормально Барбоса мы уже с вами видели на Шапшукских дебрях машина ездит с борт ну или анлим, как хотите так, подъехал Бамблби Юрка, привет! машина Бамблби, кто помнит прототип V12 с Тойотой на Триподорах не нажимай, там это не нажимай, не нажимай все хорошо там немножечко грязи подраскатали проехал без проблем потом они объезжают вот эту гору и точка следующая вот здесь на холму они заезжают с той стороны чтобы здесь в лоб не рубиться ну как и только носок стоят чуть-чуть лю 원 СКФД, мальчик, привет! Привет, привет! Еще одна машина, о, Нива, все, но ты слишком дюжи быстрый, соскучился по спорту, Шилка. О, что-то там Луазик в грязи, прошел Луаз там по грязи. Зеркала еще настраивает. Эх, не успею я до грязи, наверное. Подразмистили тут гнезинки. Объехал, молодец. Оп, подзалип. Так, там еще кто-то подъехал. Как настроение? Нет, настроение синий. Подраскатали, грязь имеется. Едет еще Луазик. Из-заallenе. На это слишком много единицят со Better World Warcraft. Жирны, кто-то наоборот verf. Основные боли от Бога на грязь. Посмотри,are schemолее robust armor. Продолжение следует... 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 Прошел... Как мы вовремя подъехали... Продолжение следует... Это ориентирование... Состоит оно... Из трех спецучастков... Продолжение следует... 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 Пацаны по лесу катаются, ищут точки, вот. Спащён. Это тоже самурай какой-то, походу, да? КОНЕЦ Я буду в шоке взрослым ходом заедать. А чё нет? Раньше мы не наезжали. На тракторах. Динамику потерял? КОНЕЦ Там камни, вон, скользко. Там корень, 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 терема. Так, барбос куда-то дальше. Не сюда. Тоже, вот чё туда не объехать, да? То есть, когда вы подъезжаете к точке, у них специальная аппаратура. Гармин пищит, что взяли точку. Точка, скорее всего, где-нибудь здесь, на бугре. А какой радиус, Олег? 50? 50? От сложности точки разный диаметр. Пока стоим. Вот, барбос даёт назад. Видимо, взял. И поехал дальше. Это уже второе СУ. Сегодня три, и завтра три. Трассы отличаются немножко друг от друга. То есть, либо в одну сторону, либо в другую. УАЗик пошёл. Казбек. 161-й регион. Лебёдочка. Лебёдка электрическая. Похоже на камап, он сзади. Не мог сам заехать. Видите, вот под задним левым колесом камни. И крен на правую сторону. То есть, вывешивается машина, и не получается. Большая колея такая. Не, ну Нива бы заехала, да? Ха-ха-ха-ха. Я дальше пошёл своим ходом. И поехал дальше на другую точку. Стандарт нас догнал. Сейчас они там прилипнут, наверное. Отчаянные на зимней липучке. Зимняя резина. Вот ещё один. Всего два участника вроде. Разбираются, куда ехать. К ним можно с пассажирами попроситься. Нолики. Молодцы пацанчики, вкатываются. С навигацией. Так, ну тут резина уже такая, АТ-шка. Это комфорсеры, по-моему. Опачка. Манёвры. Обратно. Толи точку пропустили. Резина нетравленная. Отчетку лупи, лупи, отчетки. Красавчик. Ай, молодец. Ха-ха, хорош. Мы в лес уже на два километра зашли. К какому-то месту идём. Говорят, злое тоже интересно будет. Если б не отменили вот этот могильничек. Если б не отменили могильничек, мы стояли на нём. Стояли и кайфовали. А так приходится гулять по лесу. Ну тоже неплохо, кстати. Так, стандарты догнали опять. Точнее мы их догнали. Навстречу пацаны подсказывают бамблби. Прямо проедет. Ха-ха-ха. Поломали? Поломали? Поломочка. Зачем ли машина? Что сломали? Да, вентилятор один. Вырубай. Что там по электрике? Вырубка. Вот этот вентилятор работает, который на коробку. Вот он вырубает. Это коротик. А пока мы там стояли. О! А ты в сапогах. А нафига ж ты так встаёшь? Набрал? Капец. Они, короче, тянулись. Ну, Олег. Сразу видно штурман. Поксер куда идти? Стандартные бампера. Нормальная тема. Погнули. Так и было. Пацаны не унывают. Динамка у них мощная. Нормальная тема. Ну, столько дорог понадобится. Нормально это. Внутренне, как всегда. Машина почти стандартная. Ну, в смысле почти. Она стандартная. А этот? На опыте. Сказал, так не хочу, поеду по-своему. Стандартная Нива едет. Аккуратненько. Мимо деревьев. Ох. Вон, пацаны гонки делают. Сюда едут. Вон, пацаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально А уаз развернулся, уехал Так, уазик все-таки вернулся, видимо забыл точку Пропустил Ну вот смотрите как ехать Легко Тут еще Toyota подъезжает Сарычев Перезник Своим экипажем Так парни поехали Самурай едет Одному стандарту здесь надо ходами пройти, здесь жесткое дно Если он не пройдет, тогда дернете, да и все обратно Советчики, советчики А то мы такие диванные генералы Мы пока все на том же месте Уазик кружит, кружит, видимо где-то рядом с нами точка Такое место засадно, его никак не объехать Тут получается лужа, вот это грязь Дальше бугры, там обрыв И тут обрыв, то есть только вот Видимо с навигацией проблема Видишь, что он туда вернулся, точку не взял Такая, понял, бывает острые повороты Которые ты просто проезжаешь, их и не видишь А когда обратно возвращаешь О, поворот Туда Не, ну такими ходами мы не все Да, и все У пацанов своя тактика Туда не должна ехать назад Заметь, они едут очень аккуратно Да Ну и все Ну что за мамки Ну сказано ж было И штурман опять сидит Да Охотом бы проехал Конечно проехал Да, жестко, но проехал Да, да, да Да, очень жаль Что вы поехали Не, 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 мужики Проверили лед на прочность Так задумано, да? Шоу Все, пошла вода в хату Да, все-таки мы убедились Что вокруг нас где-то точки Вот еще один УАС вернулся И сейчас уедет налево Нет А тут пацанчики мешают О, объехали Лебедочка, вертикалочка Сзади Это, по-моему, резина Могу ошибаться Плохо видно Но похоже на вот этот Новый Супер Стоун Как он? Крокатрекер Похож рисунок Да? Слушай, неожиданно Хорошая точка, да? Так, у второго экипажа В стандарте Тоже очень интересная затея Сейчас будут пробиваться Я, правда, не знаю куда Но они долго ходили Смотрели Щупали И хотят вот где-то здесь Но у них есть Ручная лебедка Если что Позлей бы чуть-чуть резину Вот даже комфортер бы уже здесь спас И все И она повисла на мосту Назад нельзя так на Ниве сдавать И что? Видимо уже на лагерь ездят, да? Легко Трактора есть трактора Слушай, а нас то самое приходит Чтобы вояки держали трактора Военные машины Там надо неплохо денег Садить Так, красавица А вот в обратную сторону Это препятствие сложнее Но Короткая база Так У стандарта небольшие продвижения Тут пацаны Ручной лебедкой Вылебедились Молодцы Давай с Мурдяк А? С Мурдяк забираем Да А план у пацанов сработал Проехали Продолжение следует... Продолжение следует... Стандартная машина Это, по-моему, даже попаловка Еще и выехал Продолжение следует... Так Ну, пойдемте посмотрим на Ниву Тойота пошла Кстати, резину заметили Порезал между шашек В шахматном порядке сделал На Тойоте Номер открутите Слушай, мне говорили, что лонжероны отрывают У меня ржавая советская Нива Но я ни разу вот такого не отрывал Да... Прям получил по жопе Нет Я это не знаю Я это не знаю Водило Там совсем не надо смотреть Не надо смотреть совсем Это мне страшно а вот военные мосты проезжают клиренс чуть побольше чем у тойоты прям вертолет вертолет это лонжерон охренеть так бамблби отремонтировался мощь а 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 вот сейчас если сюда в лужу поедет проедет а навстречу него наши снарея лупит а 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 хорош легкая машина не то что тойота а а Продолжение следует... Продолжение следует... Из Гулькевича... Шторм... На новой резине... На новой резине ЦСТ... Новая модель... Да, походу на жопе... Не показал я вблизи вам резину, но она злая... Уехал... У тебя не гнет надеюсь? Нет, конечно... Сейчас поем... Только вспомнить метку... Вот вам и шестнарь... Я так и знал... Поги терять не надо... Где есть дырочка? Покажи Дмитрий Олегович... Да только что я ее снял... Раз, два, три... Знаешь как говорят танкисты... Есть пробитие... Да... Ну тут и до базового лагеря... 500 метров как бы... Ничего страшного... Ой... Смотришь под капотом... И глаз радуется... Все на своих местах... Промышленный... А как двигатель с коробкой? Через плиту? Или колокол переделанный? Плита или колокол? Так все стыкуется... Так все стыкуется? Да... Полностью коробка... Нива... Болт один... Он в воздухе... Три болта хватает... На три болта держится... Она же получается такая же... Коробка получается Нива... И есть шестнарь... И все без плиты... Без всего... Даже на восьмиклоп можно поставить... Там три болта становятся четко... Четвертого нет... Вот и все ребята... Все спрашивали как... Как... Вот так вот все стоит... Что здесь? Мы к этому были готовы... Так вот смотрите... Второй СУ проехали... А пацаны уже кайфуют под машиной... Че опять? Поломали... Подушки... Раздатки оторвали... Задняя ведетка нас спасет... Она подтянет коробочку... Коробочка чуть-чуть пришла... А моноблок... Двигатель... Коробка-раздатка цельная... Сейчас мы зацеплены... Чуть-чуть подтянем заднюю лебедку... И дальше... Пацанов там ГРМ порвался... Тоже... На Ниве... Наши снаре... Зеленая такая... А... А... А не обе зеленые... Но которая светло-зеленая... Прям конструкция... Конструкция бомба... Рама... Пре... Едет... Рама вон усилена... Такой подножечкой... Так сказать... Морседес-мотор... Морседес-автомат... Коробка... Раздатка... Сальонг... Цепная... Цепная... 2,6 понижения... С электроприводом... Нормально... Плюшки удлинены... На 15 сантиметров... Артикуляции... Вот... Ничего не на выворот... На ловер... Вот пацаны... Заморосились... Сколько ты машину собирал? Ну она у нас 7 лет... Ну последние... Года полтора... Серьезная перестройка... Ага... И гонка у тебя вторая... Ты по-моему один раз выезжал... Да... Мы сегодня спорили... Стояли внизу... Осенью... Мы в чемпионате края... Четвертый этап... Новый... Первое место в Абсолюте... Ага... Приветствую... Все... Я почему-то пропустил эту... Эту... Да... Гонку... Я понял... Давайте обойду машину... Я ее так... Она у нас как-то в инстаграме светилась... Получается... Каркас... Полностью Парафу... Парни сделали... Радиатор сзади... Охлаждение автомата... Я так понимаю... Бак... Лебедка задняя... Вот... Рама... Коловеры... Все... По салону здесь все тоже красиво... Модные сидения... Такие... В общем иду уже к своей машине... Поеду домой... Полдня гулял по лесу... Что смог то поснимал... Потому что... Вот... Первая половина первого дня... Получается... Парни брали... Такие... Близь лежащие... Короткие... Спецучастки... А там есть еще третий спецучасток... Он захватывает... Все дальние уголки... Получается... Там квадрат гонок большой... И машины поразъезжались... И они сейчас будут приезжать там... Часа через два... Через три... Может кто-то вечером... Потому что видите... Уже и ломаться машины начали... Вот... Плюс еще день завтра... Но... Ориентирование... Как я всегда говорил... Очень тяжело снимать... Вообще в идеале... Квадроцикл для таких условий... И кататься... По точкам... Вставать в интересных местах... И ждать машину... Ну просто... Понимаете... Квадратом... Допустим... Тридцать на тридцать километров... Пешком... Это нереально обойти... Поэтому... Снял что мог... Я думаю... Выйдет нормально... Ну... Более-менее хотя бы... Камнями... Вот и ГРМ починили... Все, пацаны... Вот... Катаются даже по дорогам... Так что... Спасибо... Что смотрите... Комментируете... Спасибо новым подписчикам... Что вы теперь с нами... Вот... Будем стараться дальше... Освещать внедорожную тему... Соревнования... И выезды в лес... Всем удачи... И пока... lvь... Пока... Продолжение следует...